Случаи с золотом всегда будут скелеты в шкафу. Карли Гарнер, Дикарли Трейдинг. В начале этой недели стоимость золотых фьючерсов повысилась. Цена стабилизировалась после нисходящего движения на протяжении шести недель и достижения минимального уровня за более чем 10 месяцев на прошлой неделе. Как вы считаете, это конец нисходящего тренда для золота? Я думаю, цена на золото уже практически достигла минимума. Но необходимо учитывать, что низкие объемы торгов во время праздников, как правило, увеличивают продолжительность трендов. Я сомневаюсь, что мы видим существенное повышение цен до начала января. Мы сейчас видим, что сезонные тенденции для золота в декабре изменяются. Но если посмотреть на статистические данные за последние 30 лет, мы видим четкий восходящий тренд для золота в конце каждого года. Тем не менее, если сократить диапазон и посмотреть на данные за последние 5 лет, включая текущий год, то стоимость золота, наоборот, значительно снижалась в декабре. На данный момент «Быки» надеются на способность рынка к восстановлению после 7 января и в начале февраля. Мы будем ожидать этого восходящего движения. Согласно данным Федрезерва, экономика США снова сильна. Как вы считаете, трейдеры начнут выбирать рисковые активы или на рынках и в мировой экономике достаточно неуверенности для того, чтобы сохранить привлекательность золота? Трейдеры начали выбирать рисковые активы в преддверии президентских выборов США. И эту тенденцию поддержали положительные экономические данные. Тем не менее, настроение рынков быстро менялось. Сейчас ситуация не такая уж стабильная, как казалось раньше. То же самое мы видели и в прошлом году. Мы считаем, что большая часть переразмещения активов уже позади. И текущая тенденция роста цен на акции, падение стоимости золота и казначейских облигаций, скорее всего, кардинально изменится в начале 2017 года. 2016-й был годом активной торговли на рынке золота, учитывая такие важные события, как Brexit и президентские выборы США. В 2017 году начнется активация статьи 50 и президентский срок Трампа. Как вы считаете, в следующем году торги на рынке золота будут такими же активными? Как мы все знаем, рынок золота очень эмоционален. В зависимости от того, какие события будут происходить в следующем году, мы увидим значительное колебание стоимости золота. Многие предвещали, что после Brexit и после выборов в США начнется хаос. В случае с золотом всегда будут скелеты в шкафу. Карли, соотношение между золотом и долларом изменялось и нарушало привычные паттерны. Как вы считаете, такая тенденция продлится в следующем году? Я отметила изменения соотношений на многих рынках. Например, можно сравнить курс доллара и индекс S&P 500. Это индекс фондового рынка США. И индекс, и курс доллара повышались. А такое бывает крайне редко. Как правило, у них отрицательная корреляция. Мне кажется, рынки сейчас переживают переходной период. Рынки находятся в замешательстве. Мы пока не знаем, как пройдут предстоящие политические изменения в США и во всём мире. А это может оказать серьёзное влияние на рынки. Я думаю, такие необычные корреляции – это краткосрочное явление. Я полагаю, что в начале 2017 года картина прояснится в контексте политики, а рынки вернутся к привычным соотношениям. И это применимо и к соотношению доллара и золота. Карли, спасибо за ваши комментарии. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Всего доброго.